МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коммунальными и дорожными службами ликвидируют последствия удара стихии. 20 населенных пунктов обесточены, без света остались более 4 тысяч человек. Повреждены крыши 30 многоэтажных и частных жилых домов, повалены более тысячи деревьев, а также множество рекламных конструкций. В Москве и Центральном федеральном округе действует штормовое предупреждение. Сегодня утром ожидаются ливни, грозы, град и сильный порывистый ветер. Столичные власти пообещали выплатить семьям погибших компенсации в размере 1 миллиона рублей. Не менее 10 человек погибли, еще 22 получили ранения в результате взрыва автомобиля в Ираке. Об атаке сообщает агентство Associated Press, ссылаясь на иракских чиновников. Как уточняется, взрыв раздался в центре Багдада неподалеку от магазина мороженого. Атака произошла вечером 29 мая. По данным правоохранителей, сработало взрывное устройство в припаркованной машине. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Власти КНДР подтвердили, что 29 мая с территории страны был осуществлен запуск баллистической ракеты. Ракета была запущена в восточном направлении в сторону Японского моря и, как подчеркивается, успешно поразила намеченную цель. Лидер КНДР Ким Чен Энн после проведения испытания отдал приказ продолжить разработку более мощных видов стратегических вооружений. Это было уже третье за последние дни испытания баллистических ракет. По данным южнокорейских военных, одноступенчатая ракета пролетела около 450 километров и упала в море в исключительно экономической зоне Японии. Резолюции Совета безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, ссылаясь на право укреплять обороноспособность страны на фоне агрессивной политики США. КНДР КНДР Сегодня выставка, устроенная в Версальском дворце, откроется для публики. И о событиях в стране. Во время урагана в Таразе погибли трое человек. Ураганный ветер накануне повалил деревья и оборвал электрические провода, оставив без света часть абонентов Тараза. Скорость штормового ветра в областном центре достигала 18 метров в секунду с порывами до 27 метров в секунду. От удара током погиб 14-летний школьник. Двое рабочих погибли на площадке строящегося здания. Накануне департаментом ЧС Жамбульской области было объявлено штормовое предупреждение. В Южно-Казахстанской области из-за урагана без крыш остались школы, многоэтажки и дом культуры. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду. Звонки о помощи поступали из разных поселков, сообщают спасатели. В селе Шаян и городе Арыси без кровли остались школы. Сейчас там подсчитывают ущерб. Непогода царила и в Шемкенте, где крыша многоэтажного дома рухнула прямо на парковку, повредив сразу три автомобиля. В одной из машин сидела женщина. Она чудом успела выскочить. Повалены деревья, оборваны электропровода. К счастью, жертв нет. Накануне спасатели предупреждали жителей о надвигающей синепогоде. По прогнозам синоптиков, ветер в области сохранится и усилится. В Казахстане завершилась кампания по выдвижению депутата Сената. На один мандат претендует пять человек. Всего кандидатов 89, из них 13 женщины. Практически все самовыдвиженцы. Самому молодому претенденту 30 лет кандидатуры выдвинули и четыре действующих депутата Сената. Регистрация кандидатов продлится до 7 июня. Выборы пройдут 28 июня. В Комитете охраны общественного здоровья Министерство здравоохранения решили вывести из-под контроля своего ведомства заведение общепита, которое имеет меньше 50 посадочных мест. Список также пополнили салоны красоты и сауны. Эти субъекты власти намерены контролировать в формате внеплановых проверок в случае обращения населения. Также, по словам главного санитарного врача страны, в ближайшей перспективе эти требования могут применить и в отношении гипермаркетов, а также крупных логистических складов, в том числе связанных с розничной торговлей. В Национальной Лиге потребителей Казахстана призывает население проявлять бдительность и в случае нарушений отстаивать свои права. К городским событиям. В нашумевшей истории произошедшей с 7-летней Кристиной Шустер будет поставлена точка. По крайней мере, так утверждают специалисты органов опеки и попечительства при городском отделе образования. Напомним, Кристину, жительницу поселка Курали, жестоко избивали отец и мачеха после того, как это вскрылось, как известно, оба покончили жизнь самоубийством. Девочка несколько дней провела в больнице, сейчас родная тетя Кристины оформляет документы на ее опекунство. В областном Акимате прошло расширенное заседание областной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания. Руководители шести рабочих групп выступили с докладами перед Акимом области Бердбеком Сапарбаевым. Руководитель областного управления внутренней политики Булбул Елиусинова в своем выступлении затронула проект «Сто новых лиц Казахстана». В свою очередь, глава региона высказал свои пожелания о работе над проектом. Он настоятельно рекомендовал в этот список добавить мажоресмена Глеба Щегельского и певца Димаша Кудайбергенова, а также всех, кто вносит огромный вклад в развитие нашей области. Октябрьские выпускники приступили к сдаче итоговых экзаменов, которые с этого года проводятся в стенах школ. Всего предусмотрено пять экзаменов, как в устной, так и в письменной формах. Накануне все ученики, заканчивающие курс 11-летнего обучения, писали эссе. Предварительно в присутствии членов экзаменационной комиссии были вскрыты пакеты с заданиями, подготовленными Национальным центром тестирования. Для творческого сочинения были предложены 10 вариантов на литературную и свободную темы. Это все новости к данному часу. Следите за развитием событий вместе с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова